здравствуйте уважаемые телезрители и радиослушатели это программа тема дня и с вами я сергей рогозин сегодня мы поговорим о очень интересной и многих касающейся теме вопрос следующий как же будет проходить приемная комиссия 2020 да вот новые условия мы понимаем что вот это коронавирусная инфекция в серьезной степени изменила всю нашу жизнь обрушилась экономика в ряде стран мы видим что вот достаточно непросто происходит процесс возвращения к нормальной жизни отменились такие события весьма серьезные значимые вот летние олимпиады в токио все национальные чемпионаты и международные турниры каннский фестиваль евровидение модные недели концертные туры на премьеры всевозможные все это было отменено даже применимо вот к твери и области мы понимаем что вот был перенесен парад победы нашествие которому привыкли очень многие гости верхневожье да и такие страстные любители рока тоже не состоится мы возвращаемся мы конечно же встаем на нормально на рельсы нормальной жизни но это происходит очень непросто и мы понимаем что в этих условиях в том числе и образовательная отрасль не оказалась стороне но стране нужны специалисты ребята хотят строить свою карьеру и мы должны понимать как сегодняшние выпускники школ станут студентами вузов для того чтобы разобраться в этом вопросе мы пригласили уважаемого эксперта елену николаевну васильеву проректора тверского государственного университета она много лет занималась организации и по сей день занимается приемной комиссии и я вот убежден знаю вас что вы глубочайший профессионал которых у нас сегодня не так много и вы знаете все аспекты ну почти во всяком случае все аспекты того что будет связано с приемной кампании этого года скажите мне пожалуйста все таки как вы ощутили для себя пребывание в новом качестве потому что ведь все таки переход на какие-то дистанционные формы и все остальное он не может быть безболезненным ведь к этому нас подтолкнула ситуация и для этого было нужно время удалось ли сейчас адаптироваться вот уже как-то в этих новых условиях смогли сориентироваться и уверенно себя почувствовать спасибо сергей кач за вопрос я хочу сказать одно приемную компанию никто не отменил не отменит она состоится в обозначенные сроки так же как и посевную да это очень важно это своего рода такая же посевная безусловно и поэтому она уже стартовала 20 июня то число которое уже много лет зафиксировано в правилах приема в порядке приема она осталась неизменной и приемные комиссии всех вузов в том числе и тверского государственного университета уже поступают заявления на прием на образовательные программы и бакалавриата и магистратуры и аспирантуры конечно же ситуация с коронавирусом не могла не отразиться в том числе и на приемной кампании и я здесь хочу сказать наверно абитуриент должен увидеть то что сейчас вот этого айсберга оказалось вот наверху да а вот та большая подготовительная работа которая провела каждая приемная комиссия каждого вуза она может быть и не очень интересно родителям абитуриентам но я хочу сказать что в тверском государственном университете электронно-образовательная среда это не новое слово которое появилось только в эпоху коронавируса она у нас существовала если говорить о приемной комиссии мы уже три года параллельно с очным приемом вели прием по электронной почте был создан специальный почтовый электронный ящик для абитуриентов что позволило нам за эти три года расширить географию абитуриентов не только территории нашей страны то есть новые формы для вас они не так не такие уж и новые да элементы мы внедряли безусловно видимо нужен был какой-то вот такой мощный толчок каким собственно и послужила нынешняя ситуация чтобы мы в принципе перешли на какой-то качественный уровень приемной кампании поэтому за эти два месяца два с половиной месяца когда готовилась приемная кампания подготовлен личный кабинет абитуриента он подготовлен не только в тверском государственном университете но и во всех вузах страны и через этот личный кабинет абитуриента каждый выпускник может подать документы вуз есть 54 вуза в стране которые участвовали в эксперименте и ребята которые поступают в эти вузы могут подать документы также через сервис госуслуг но еще раз подчеркну это очень ограниченный круг вузов которые получили эту возможность и более того через сервис госуслуг можно подать только на заявление при поступлении на бакалаврскую программу и на бюджетную форму на все другие программы специалитет может а вот магистратура аспирантура понятно планировалось изначально как пилотный проект как эксперимент но опять же вот ситуация внесла свои коррективы и он запустился вот сразу в полном объеме поэтому не могу говорить за все вузы скажу за тверской госуниверситет мы готовы работать в дистанционном формате и на сегодняшний день мы принимаем документы только в режиме онлайн мы же понимаем прекрасно что вот ситуация она действительно острая во всем мире но по-разному нее реагируют и в разных странах и соответственно разные регионы и соответственно разные вузы они тоже здесь как-то немножко гибкие имеют возможности для того чтобы устанавливать свои индивидуальные условия выдвигать какие-то особенные требования либо наоборот смягчать их вот скорее наверное смягчать ошибаетесь несмотря на то что каждый вуз как бы сам организует приемную кампанию но все эти действия очень жестко регламентированы регламентированы министерством науки и высшего образования и безусловно есть свобода приемных комиссий но не в части а вот где свобода где жесткие нормативы то что касается выпускников школ здесь достаточно жесткие правила которые распространяются на всех и на все вузы страны да те кто поступает сейчас у нас егэ ведь сроки сдачи егэ вот по ним может быть хотелось бы прояснить вот как раз здесь очень жесткая норма также установлено конечно несмотря на то что егэ он не отменен он перенесен и связи с этим приемная кампания она также немножко расширилась безусловно теперь прием документов связи с тем что егэ сдается позже заканчивается от абитуриентов 18 августа раньше это число было 26 июля ну три недели как вы прогнозируете начало учебного года в этих условиях оно сдвинется или все-таки удастся снивелировать по документам которые нам сейчас разослала и министерство у наших учредителей по которым мы работаем последний приказ на зачисление на бюджетную форму должен пройти в вузе 26 августа исходя из этих документов мы понимаем что министерство планирует начать учебный год с 1 сентября в какой форме конечно в какой форме это вопрос опять же не столь цена логическая ситуация будет нам диктовать уже какие-то условия но то что с 1 сентября очная форма обучения исходя из этих документов планируется восстановиться в полном объеме понятно вот смотрите у нас все-таки о чем я уже говорил разные страны разные требования вот я хочу небольшую справку для наших зрителей так сказать озвучить вот чехия первым значит на всеобщий карантин отреагировал карлов университет ректорат карла университета напомнил что вступительные экзамены можно сдавать и без наличия диплома об окончании школы там не аттестат а диплом он понадобится только при непосредственном зачислении на факультет или ближе к началу учебного года то есть вот я буду такими эпизодами озвучивать как у нас ведь прозвучала информация что часть выпускников школ которые не планируют продолжить свое образование в высших учебных заведениях могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ вот мы наверное сейчас с вами продолжим об этом говорить а сейчас короткая пауза оставайтесь друзья с нами и мы постараемся удовлетворить ваш интерес к ситуации со вступительными экзаменами 2020 итак Елена Николаевна мы возвращаемся к обсуждению ранее начатой темы да вот все таки было заявлено что для тех кто не выразил желание продолжить обучение в вузах для них ЕГЭ не обязательны но вот для тех кто все таки будет поступать ЕГЭ обязательно какие-то сроки какие-то привязки может быть вот более детально просветите пожалуйста на этот счет безусловно здесь мы во первых должны развести два понятия получить школьный аттестат и поступить в вуз да вот чтобы получить школьный аттестат то есть документ об образовании действительно в этом году было принято беспрецедентное решение разрешить это сделать без результатов ЕГЭ те ребята то есть сейчас школьники имеют на руках аттестаты все уже хотя ЕГЭ начинается только с 3 июля те ребята которые изъявили желание обучаться в вузе они обязаны пройти эту процедуру единого государственного экзамена на каждое направление подготовки за исключением некоторых где есть дополнительные вступительные испытания нужно иметь результаты трех экзаменов трех и никто эти списки не корректировал поэтому я знаю что было волнение школьников детей а вот если мы сдадим два экзамена один поступим ли мы в вуз сможем ли мы сдать что-то в вузе хочу подчеркнуть в вузе ничего сдать для этой категории поступающих школьников невозможно это только наличие результатов сдачи единого государственного экзамена является обязательным условием соответственно есть базовые предметы которые общие обязательно всегда нет они не базовые русские математика я что-то неправильно понимаю опять же когда речь идет об экзаменах теперь эти экзамены четко привязаны к направлению если вы хотите быть филологом то есть к специальности которую в последующем человек будет получать конечно у каждого направления свой набор экзаменов и если вы хотите быть журналистом вам не надо сдавать математику русский язык по-моему у нас сдают везде русский все да а вот дальше зависит а вот математика уже там иностранной какие-то естественные науки значит единственный предмет который будет во всех языках это русский язык русский язык русский язык тем более теперь закрепленный в конституции и так далее ну еще пока подождите ну практически ну практически все равно это будет поправка закреплена я думаю что здесь граждане России не будут оспаривать но он и сейчас является таким народообразующим поэтому мы четко должны понимать да ЕГЭ обязательно вот дисциплин будет еще значит какое-то количество экзаменов у нас по-моему в 5 вузов в 5 вузов подать в каждом вузе на три направления да как вот в условиях 20-20 да вот в этой как раз эти условия пандинамические вот здесь есть нюансы а как получить может быть кто-то знаете будет соблазн в 6 вузов подать или еще что-то вот здесь вот развею все сомнения опасения дело в том что проверка количество вузов опять же никак не зависит от сданных и не сданных экзаменов но ЕГЭ наличие обязательно чтобы быть зачисленным да и соответственно по тем специальностям набор результатов вот по дисциплинам он существует да безусловно то есть на каждую специальность существует не только набор но существует и минимальное количество баллов по каждому предмету на каждое направление например если я я не знаю там иду на филологию да русский язык стоит 50 баллов да а если я иду на математику русский язык минимум стоит 40 баллов что это значит это значит что если вы имеете ниже этого балла вы не сможете подать документы в вуз то есть не только там уже а вообще даже отсечка идет конечно на процессе подачи документов да теперь по поводу 6 вуза существует федеральная информационная система и всем приемным комиссиям предписано каждые 3 дня сообщать обо всех поступивших заявлениях формируется общая федеральная база и как только в этой федеральной базе высветилось что вот он 6 вуз сразу в вузе идет предупреждение что вы 6 и мы уже работаем с абитуриентом говорим о том что к сожалению вы или отозвать в другом вузе заявление должны или мы не сможем воспринять это четко на федеральном уровне сейчас отслеживается то есть уже единая база которая позволяет очень четко на это реагировать понятно здесь может быть и более жесткая реакция просто отказывается абитуриентом или он информируется он информируется я не знаю опять же как в другом вузе вообще мы можем отказать но Тверской государственный университет заинтересован в каждом абитуриенте который к нам приходит и дается возможность поправить ситуацию он от незнания мог это сделать понимаете а не от злого умысла поэтому не каждый день поступают ребята в вуз им нужно помочь сориентироваться а вот в этом году наверное как никогда особенно да двигаются сроки и меняются условия все таки какие-то новые форматы вводятся хорошо что ваш вуз достаточно прогрессивный и осваивает уже не первый год новые формы да вот то что это не везде в этом году опять же мы пошли и на такой шаг понимаем насколько нужна консультация наша мы организовали колл-центр никогда мы этого не делали но мы понимаем что теперь все возникающие вопросы мы должны решать в том числе по телефонному звонку поэтому от абитурента поэтому у нас создан специальный колл-центр он работает горячая линия и в этом смысле мы все делаем навстречу абитуренту чтобы ему было проще сориентироваться в этой непростой ситуации ну вот самые жесткие карантинные меры были введены в вузах Франции это вот я как раз дополняю еще раз данное место справки которые у меня есть после вступления выступления президента Эммануэля Макрона где он сравнил пандемию с настоящими военными действиями французские вузы выпустили сообщения на своих официальных сайтах значит вы знаете как у нас ведь наверное слава богу не самые жесткие требования да как во Франции у нас наверное может быть какие-то вот ну в частности Америка там достаточно свободно в этом в этой ситуации себя чувствует и насколько я понимаю и у России жестких ограничений не вводится вот мы сейчас с вами можем еще раз пройтись и обозначить то что осталось прежним то есть пять вузов не более три направления да безусловно абитуриенты смогут поступить в вузы на бюджетное или платное отделение также по целевому направлению то есть вот так способы поступления также не изменились как и раньше большая часть школьников в двадцатом году поступит по результатам ЕГЭ да не стоит забывать что есть семь способов получить дополнительные баллы то есть законных способов то есть это олимпиады да это не семь способов способ один он называются он называется как раз индивидуальные достижения а вот в рамках этих индивидуальных достижений есть несколько позиций по которым ребята могут получить дополнительные баллы давайте мы еще раз Одна из самых знаковых, значимых позиций – это для тех ребят, которые имеют аттестат с отличием. Максимально ВУЗ за индивидуальные достижения может поставить 10 баллов. В сумме, неважно сколько там, в сумме 10. Поэтому ребята, которые к нам приходят с аттестатом с отличием, в Тверском государственном университете сразу получат этот максимальный балл – 10. Также индивидуальные достижения, баллы даются за волонтерскую деятельность, за участие в творческих интеллектуальных состязаниях, такие как, например, олимпиады различные, за спортивную деятельность. Также баллы даются за знак ГТО, то есть там перечень достаточно значительный. И рейтинг любого абитурента складывается из нескольких составляющих. Первое – это сумма результатов ЕГЭ, вот три экзамена, плюс индивидуальные достижения. То есть если у абитурента есть какие-то грамоты, и он, допустим, понимает, что это может способствовать улучшить его рейтинговую ситуацию, он в нынешних условиях должен сделать скан-копию и приложить это в личный кабинет. Как это практикуется в вашем возе? Очень активно. Я благодарна абитурентам. Да, это дополнительная ответственность, нагрузка в том числе и на сотрудников приемной комиссии. Но я благодарна абитурентам за их вот эту позицию. И я бы даже сказала гражданскую позицию. Наши молодые ребята и девушки знают, что если я это вот имею, могу ли я это использовать во благо себе? И поэтому наша задача сейчас также проинформировать. Да, можешь. Но не все, безусловно, не все. Здесь есть жесткие критерии отбора. Все приемные комиссии их вывесили. Я имею в виду по индивидуальным достижениям. То есть на сайте каждого ВУЗа можно получить исчерпывающую информацию, которая подтвердит, скажем, те или иные возможности. То ли они будут иметь дальнейшее развитие и плюсы для абитурента, то ли может быть и нет. Совершенно верно. Также при подаче документов в ВУЗ в 2020 году стоит обратить внимание и на льготы, право на которые может быть абитуриента. Это также помогает. Ведь там есть, может быть, какие-то социальные льготы, инвалидность. Здесь, опять же, мы должны разграничивать некоторые понятия. Это не относится к особенностям приемной кампании 2020. Это то, что мы перечисляем из того, что осталось. То, что заработало и будет действовать. Социальные гарантии всегда сохранялись. Действительно, в законе об образовании есть целая статья, которая посвящена ребятам, которые имеют особые права при поступлении. Это дети-инвалиды, инвалиды первой-второй группы, это дети, оставшиеся без попечения родителей. Там список законодательно закреплен. Сироты, дети чернобыльцев или внуки. С чернобыльцами там все сложнее, но там тоже есть определенная категория, которая может претендовать на особое право при поступлении. И это, если все подтверждающие документы у ребенка есть, безусловно, он участвует в отдельном конкурсе. Опять же, согласно закону об образовании, не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению мы обязаны отдать в этот ребенок. Предоставить этим категориям. Да. Но вот здесь мы тоже должны понимать, что это их никак не освобождает от сдачи экзаменов. Кому-то это разрешено по медицинским показаниям сдавать в ВУЗе. Но это все равно рейтинг по результатам вступительных испытаний. И иногда вот на этот конкурс льготный у нас сложнее ситуация конкурсная складывается. Были ведь времена, когда были определенные перегибы в этой части. Добрали всех. Да, тут, по-моему, просто было даже много жалоб, что вот обычные, причем успевающие хорошо абитуриенты не могут пройти, а проходят вот льготники. И возникали зачастую вопросы, а насколько достоверна эта льгота, насколько она реально подтверждена. Поэтому я знаю, что ситуация сейчас выровнялась, насколько я понимаю. Да. И здесь мы всегда говорим ребятам, вы должны не только в этот льготный конкурс, они имеют право параллельно подать и в общий, подстраховаться. И если он, ну так сложилась ситуация, не поступает по конкурсу, имеющему особые права, а поступает на общих основаниях, там есть тоже очень сильные ребята с очень хорошими результатами ЕГЭ, например. Как только он поступает в ВУЗ, социальные гарантии, дополнительные выплаты, которые ему положены государством, все это за ним сохраняется. Вот социальная составляющая, да. Теперь мы все-таки плавно с вами подходим к тому, что изменилось приемной кампании 2020 из-за коронавируса. Вот документ, регламентирующий поступление в этом году, приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от 15 июня номер 726 об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования, программам балкалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебные годы. Разберем по пунктам, как поступать в ВУЗ в 2020 году. Форма подачи документов. Поступать можно не только онлайн, но и одним из четырех способов. Так? Лично, по почте, онлайн через сервис госуслуг, вы об этом уже говорили, там 54 ВУЗа. И онлайн через официальный сайт ВУЗа. То есть вот это особенность, которая свойственна этому году. Насколько я знаю, и мы с вами до начала программы говорили, и вы отметили, что документ, который я буду упоминать, он еще не вступил в силу. А вступает лишь в понедельник. Только с понедельника. Опять же, Сергей Николаевич, вот все, что вы тут перечислили, вот то, что вступит с 29 июня, а ничего нового в этом нет. И до 2020 года это было так. Другое дело, что сейчас речь идет о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции мы по возможности должны, вот по этому документу, перевести прием в онлайн. Потому что лично принимали и раньше, по почте принимали и раньше. Теперь лично. Дело в том, что вот этот документ, это не первые особенности, которые утверждены приказом министерства. До этого, 3 апреля, сразу как только началась вот эта активная фаза распространения коронавирусной инфекции, министерство уже издавало приказ об особенностях. В тех особенностях как раз личный прием был запрещен. Поэтому сейчас мы говорим о том, что мы принимаем только в режиме онлайн. 29 числа вступает вот новый документ в силу. В этом году очень много по определенным обстоятельствам дополнительных документов. И мы должны понимать, что личный прием и в министерском документе очень четко сказано по решению субъекта федерации, по состоянию эпидемиологической в субъекте. Я понимаю, что сейчас нам звонят абитуриенты и говорят о том, что есть постановление правительства, которое там теперь с вчерашнего дня нам разрешило, то, это, третье. Но при этом, если внимательно почитать тот документ, собственно, никто не говорит о том, что эпидемиологическая ситуация у нас сейчас такая, что мы можем выйти все на улицы и делать все, что хотим. Об этом же речи не идет. В начале программы мы с вами отметили, что ряд ограничений сохраняется, несмотря на то, что послаблений уже много. Мы как бы возвращаемся к обычному ритму жизни, но не так скоро, не так быстро. Конечно. И при всех условиях главная задача сохранить здоровье, в том числе и здоровье наших абитуриентов. И мы живем в 21 веке, когда информационные технологии развиты достаточно активно. Мне кажется, молодые люди сейчас очень активно эту возможность повернули плюсом для себя. Вы знаете, первое заявление в этом году к нам пришло 20 июня в час 28 ночью. То есть, вот только-только так сказать? Конечно. Вот у нас ведь молодежь активно себя чувствует именно во второй половине дня, мягко скажем. Будет дополнительный балл вот этому первому абитуриенту? К сожалению, нет. Вот как раз здесь хочу подчеркнуть. Рейтинговая ситуация не определяется датой подачи документа. Она определяется результатами ЕГЭ больше ничем. Но хочу напомнить, что последний день, 18 августа, вот достаточно большой, почти два месяца, человек сидит у себя дома, в спокойной ситуации, обстановке, подает документы. Да, есть сложности. В приемной компании вообще сложностей много. В них нужно разобраться. Что делает наш абитуриент? Он просто нажимает кнопку и решил, что он сразу все это загрузит, подгрузит, отсканирует. Но сначала документ нужно прочитать, правила приема. А что же от него требуется? К сожалению, не прочитав правила приема, начинается паника. Тут ошибки какие-то. Конечно, конечно. Поэтому я очень... На что бы вы советовали обратить особое внимание? Первое. На что нужно обратить внимание? Когда мы говорим о том, что сканируется документ, он сканируется от первой страницы до последней страницы. А не выборочно, да? Конечно. А не только там, где фамилия. Понимаете? Даже если у вас в аттестате там стоит Z, то есть вы считаете, что это пустая страница, но без этой страницы документ недействителен. То есть все страницы должны быть отсканированы или в хорошем качестве сделанная фотография и прикреплены. Дальше мы с вами должны понимать, что результаты ЕГЭ мы отдаем себе в этом отчет. Нет еще результатов. Поэтому и не надо ломиться пока вот в эту... Она открытая дверь, но она совершенно вот на выход. То есть не всегда быстро это хорошо. Конечно. Конечно. Не нужно терапевать. Но при этом мы не говорим о том, что ждите результаты ЕГЭ. Мы сами их подгрузим. То есть федеральная система, о которой я вам говорила. Да? Но тут же нам не перезванивайте, что вот у меня вот надо ли нам что-то досылать. Мы же вам написали. Вот сейчас надо вот это. А дальше мы все сделаем сами. Поэтому если внимательно прочитать документ предварительно, то в значительной степени можно себя обезопасить и облегчить свои потуги по сбору этих документов. Но самое главное, в этом году, раз мы подаем документы онлайн, у нас не будет ваших оригиналов. И раньше мы зачисляли по наличию оригинала и заявлению о согласии на зачисление. У вас пока нет результатов ЕГЭ. И несмотря на то, что вы подали документы на три направления, согласий у вас всего два. Мы даже сейчас, вот видя эти ошибки абитурентов, второе согласие даже закрыли для абитурента, потому что нельзя одномоментно подать два согласия. Сохоронили им шанс, так скажем. Конечно. Безусловно. Если вы используете сейчас оба своих согласия, а вдруг на эти два направления не пройдете, а на третье будете проходить, к сожалению, назад пути не будет. Поэтому вот сейчас это самый такой непростой момент. Не торопиться с согласием. Но, и не упустить эти сроки, которые у нас будут, они в августе будут. Здесь все нужно сделать вовремя. Не раньше и не позже. Все надо делать вовремя. Вот сейчас не советуем этого делать. Елена Калановна, вот в связи с этим, давайте мы попробуем напомнить для наших зрителей сроки. Вот сроки подачи документов и все остальное. Сроки подачи документов следующие. Вот может быть они у меня тут обозначены. Именно так. 20 июня началась приемная кампания. Для тех ребят, которые сдают вступительные испытания, вернее, которые поступают по ЕГЭ, они до 18 августа могут подавать документы. Еще раз подчеркну. Не играет роли, какого числа вы подали документ. Вы даже можете за 5 минут подать 18 до окончания работы приемной комиссии и быть зачисленным, потому что у вас результаты ЕГЭ выше. А дальше начинаются этапы зачисления. Сначала идет приоритетный этап. Это как раз для ребят, которые имеют особые права, льготники так называемые. Это ребята, которые имеют очень высокие достижения по Олимпиадам, включенным в перечень Министерства науки и высшего образования. Они имеют право без вступительных испытаний поступать. И это ребята, которые поступают по целевому набору. Это приоритетный набор. А дальше остаются два этапа зачисления. В этом году сложность в том, что между этапами фактически один день остается. Почему эти этапы нужны? Мы слышим от родителей особенно, но и зачислили бы всех разом. Но мы же с вами говорили, вы же в 5 вузов подаете документы. Вы в одном могли не пройти, а во второй этап, в другой вуз вы можете успеть. На первом этапе зачисляется 80% от бюджетных мест. И вот этот маленький остаток в 20 бюджетных мест, он как раз для тех ребят, которые свои согласия могут дать вот в этот последний момент. Я прошу прощения, мне сигнализирует, что у нас звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Хотела бы задать такой вопрос. В этом году я заканчиваю школу и хочу поступать в Тверской государственный университет на таможенное дело. Насколько я знаю, там только платная основа. И у меня вопрос в следующем. Подскажите, пожалуйста, когда можно будет подать согласие на зачисление на платную основу и уже заключить договор? Спасибо. Ну что ж, очень своевременно. Как раз мы сейчас говорим о сроках, о времени. И может быть вот... Спасибо за вопрос. Хочу сказать следующее. Вот те, кто ребята... Действительно, у нас есть такие программы, которые только платную форму обучения имеют. Но кто-то, ребят, взвешивают свои шансы, понимая, что если 5 бюджетных мест есть, он решил, что платно, видимо, ему спокойнее поступить. Ну, сложно будет поступить на бюджет. На бюджет, да. В этом случае мы с вами должны понимать, пока у вас нет трех результатов ЕГЭ, ни о каком заключении договора на платную форму не может быть и речи. Вот результаты ЕГЭ – это главное. Это краеугольный камень, без которого какие-то любые телодвижения невозможны для зачисления. Об этом мы еще раз напоминаем вам, уважаемые телезрители и радиослушатели. То есть наличие результатов сдачи единого государственного экзамена является неотъемлемым требованием для того, чтобы рассматривались вы как абитуриенты. Это вот обязательное условие, без которого ничего не невозможно. Ну, наверное, не как абитуриенты, а как абитуриенты, которые могут претендовать на зачисление. Мы называем их потенциальными студентами. Хорошо. Но мы понимаем, что последний приказ на бюджет выходит 26 августа. Я вот до последнего ждал. Если мы и платников сюда скажем 26 августа, ну мы же как-то поставим перед очень жестким выбором ребят в последний день. Поэтому Тверской государственный университет, вот здесь нам дано это право, говорит о том, что те ребята, которые ждали бюджетного зачисления, до 31 августа они могут заключить договор на платную форму обучения, оплатить и быть зачисленными. А вот у меня тут в справочке интересная информация. То есть вот понятно, 26 августа публикация списков зачисленных во вторую волну, то есть 25 и 24 это прием согласия на зачисление абитуриентов второй волны, и не позднее 15 сентября дополнительный набор на бюджетные места, если их не займут в течение первой и второй волны. А зачисление на платную основу будет идти в течение августа. То, что касается дополнительного набора. Уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые абитуриенты, родители, эта возможность у ВУЗа была всегда объявить дополнительный набор, если мы не закрыли бюджетные места. Ясно. Вот если мы их не закроем... Мне еще раз сигнализируют, мы все-таки, наверное, достучались до абитуриентов, и они начали активно интересоваться. Итак, у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Это родители, не абитуриентов. Знаете, у меня вот такой вопрос. Как-то Владимир Владимирович Путин в обращении, по-моему, к нации говорил о том, что в этом году выгодники 11 классов должны сдавать 2 ЕГЭ. Но в итоге получается, что по ВУЗам никаких изменений нет. Там до сих пор так числится 3 ЕГЭ. И, соответственно, я как родитель, мы указали тоже 3 экзамена. Это у меня первый вопрос. Второй вопрос по поводу, опять же, президент заявил о том, что в этом году будет увеличено количество бюджетных мест, если я не ошибаюсь, на 11 тысяч по всей Российской Федерации. Тверские ВУЗы участвуют в увеличении бюджетных мест или нет? Спасибо. Очень хорошо, что у нас подкованные родители. Это, между прочим, большой плюс современного родителя. И это правильно. По первому вопросу... Второй вопрос у нас был с дополнительными бюджетными местами. Отвечу сейчас. А первый по количеству ЕГЭ. А второй по количеству 2 или 3. Давайте не все перекладывать на плечи Владимира Владимировича. Про 2 ЕГЭ говорил не Владимир Владимирович Путин, а заместитель министра просвещения. К сожалению, я не знаю, по какой причине. Через 2 дня сам министр просвещения говорил о том, что его коллегу не так поняли, что русский язык сдают все, а вот дальше еще 2 экзамена. То есть 2 к 1 обязательному имелось? Я не знаю, что имел заместитель министра просвещения. Но я полностью согласна с родителями. Они были дезинформированы. Дело в том, что количество и перечень вступительных испытаний формируются до 1 октября предстоящего года. И если вы посмотрите на особенности приема этого года, там нигде в части уменьшения, увеличения количества экзаменов речи не идет. Все особенности касаются сроков проведения, формы проведения в режиме онлайн, потому что и экзамены добавляются, и подача документов, сканы этих документов. Поэтому, к сожалению, и средства массовой информации, может быть, не очень грамотно проинформировали абитуриентов на тот момент. Эта информация была, я не могу извиняться за других людей. Здесь была, так скажем, некоторая кривизна, которую действительно нужно разъяснить людям. Три экзамена однозначно требуются для поступления. И я хочу сказать, что после того, как прошла эта информация, очень многие звонили к нам в приемную комиссию, и мы всем давали разъяснения. И потом они были даны на высоком уровне, поэтому три ЕГЭ как было, так и остается. Теперь то, что касается по дополнительным бюджетным местам. 19 июня вышло новое постановление. К сожалению, у нас нужны механизмы такие по времени отслеживать. Владимир Владимирович об этом сказал уже давно. Но 19 июня вышло постановление правительства Российской Федерации, которое как раз на этот 20-21 учебный год определяет механизм распределения дополнительных мест в вузы. Бюджетных мест. Бюджетных мест. Безусловно, Тверской государственный университет, как только, вы же понимаете, 19 вышло, теперь у нас учредитель министерства. Как только Министерство науки и высшего образования даст нам возможность участвовать в этой программе по получению дополнительных бюджетных мест, мы безусловно это сделаем. Опять же, обещано, согласно этому постановлению правительства Российской Федерации от 19-го числа, что к 1 августа этого года вузы получат эти места. Будем счастливы, если у нас будут такие места. Ну да, и дополнительным возможностям будет радоваться любой вуз. А уж все-таки у вас этот год, хоть он и непростой, но одновременно и юбилейный. Поэтому для Тверского госуниверситета, старейшего вуза нашего региона, наверное, это очень актуально. Безусловно. Как и для любого другого. Поэтому, уважаемые родители, дождемся вместе с вами 1 августа. То есть все в динамике. Вот те нормы, которые уже, так скажем, вступили в действие, мы сейчас о них уже с вами говорим, но то, что еще как бы до конца не совсем ясно, это тоже мы должны отразить. В то же время, еще раз вернемся, три результата экзаменов должны быть. То есть не менее трех. Три. Это однозначно. И никакой цифры два уже здесь не будет. Нет, вот на подавляющее большинство программ это именно так. А что, есть исключения? Физическая культура, изобразительное искусство. У них есть дополнительные вступительные испытания. И планировалось до 1 октября, что там два ЕГЭ и плюс еще дополнительные профессиональные экзамены. Ясненько. Ну что ж, мы в общих чертах с вами хотя бы обрисовали те изменения и те сохраненные нормы, которые в компании по вступительным экзаменам в ВУЗы будут применяться. А вот скажите, наиболее часто задаваемые вопросы, с чем к вам обращаются люди, звоня и спрашивают, на какие темы? Вы знаете, вопросы самые разные. Если говорить о каких-то концептуальных вопросах, это вопросы по поводу количества экзаменов и вопросы по согласиям. Это то, что человеку, который в этой системе никогда не был, достаточно сложно разобраться. Но вопросы бывают и курьезные, в том числе, различного рода. Некоторые вопросы связаны, я нажимаю на кнопочку, а у меня тут не работает. Но мы понимаем волнение абитуриента, мы выслушиваем каждого и говорим о том, успокойтесь, пожалуйста, перезагрузите свой компьютер. Видимо, проблема в вашем техническом средстве. Кстати, вот здесь тоже есть вопросы. Дело в том, что если мы говорим о том, что мы будем проводить экзамены в режиме онлайн для той категории граждан, которая может сдавать экзамены в ВУЗе, в том числе и магистратура, мы четко должны понимать, что у человека на той стороне должен быть компьютер, должен быть камера, должен быть микрофон, чтобы распечатать заявление, когда нам абитуриенты поддают, принтер, сканер. К сожалению, это все проблемы, и мы это понимаем. Будем искать какие-то совместные... То есть объема технических средств может не хватать по объективным причинам. Безусловно, не у каждого в деревне интернет хорошие есть. Но вы идете, я так понимаю, что все-таки навстречу потенциальным студентам, все-таки облегчая их в чем-то, где есть такие точки приложения усилий ВУЗа, которые существенно бы облегчали или делали более мягкими условиями? Как вы считаете? По поводу условий, безусловно, мы не можем купить компьютер абитуриентов. Конечно, нет, но может быть где-то снивелировать по требованиям, по срокам, по объему предоставляемых справок. Сергей Николаевич, вот то, что касается срока, мы с вами четко уже говорили. Это жесткая норма, изменить мы ее не можем. То есть границы заданы, в них, пожалуйста, любой маневр, но очень четко существуют границы. Безусловно. Кроме того, мы в апреле, когда ситуация вообще была крайне неразрешенной, мы обратились в муниципалитеты, в отдел образования и предложили, если у вас будет такое желание и потребность, Тверской государственный университет со своей техникой к вам выйдет, отсканирует и примет документы. Это очень серьезный шаг навстречу, который облегчает возможности. И сейчас, безусловно, как в июле, мы вновь продолжим эту работу. Если действительно такая потребность осталась и сейчас, в условиях уже не таких жестких мер, мы выйдем и сделаем это все, поможем принять документы. Потому что вот это очень важно. Вы справедливо оценили проблему, которая может возникать из-за простого банального отсутствия необходимой оргтехники. Да. Пожалуйста, и все. И это станет непреодолимым препятствием для того, чтобы человек продолжил свое обучение. Значит, все-таки вот этот шаг, он дает дополнительные возможности. Еще раз давайте мы напомним о тех основных моментах, которые мы говорили. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. И еще раз после этого повторим то, на что следует обратить внимание. Итак, друзья, мы снова в студии. Остаются считанные минуты до конца нашей программы. Очень быстро пролетает время. Елена Николаевна, еще раз повторение мать учения. Давайте повторим для нашей зрительской аудитории вот такие базовые понятия, которые остаются без изменений. То есть, сколько? Пять вузов? Каждый абитуриент может подать документы в пять вузов страны и в каждом вузе на три направления. Сроки для ребят, которые поступают по ЕГЭ с 20 июня по 18 августа. Обязательно наличие трех результатов по трем предметам ЕГЭ, чтобы участвовать в конкурсах на поступление в ВУЗ. Для зачисления важным документом становится согласие на зачисление. Именно по этому согласию будет проходить зачисление в ВУЗ. Самое главное сейчас, о чем хочется сказать, что не нужно паниковать. Каждая приемная комиссия, в том числе и приемная комиссия Тверского государственного университета, заинтересована в каждом из вас. Поэтому мы всегда готовы прийти на помощь. Если говорить о приемной комиссии Тверского государственного университета, для нас этот год особенный. Не потому, что пандемия случилась, а потому, что нам 150 лет. И вы делаете нам вот эту большую дату. Поэтому не паниковать. Собраться и быть в уверенности в том, что все у вас получится. А самое главное сейчас подготовиться и сдать на хорошие баллы результаты единый государственный экзамен. Именно от этого будет зависеть ваше будущее. Будущее в нашем Тверском государственном университете тоже. Дорогие друзья, мне хочется пожелать и абитуриентам, и их родителям, чтобы для них кампания по вступительным экзаменам 2020 не стала какой-то чрезмерно сложной. Мы с вами прекрасно знаем, и с этого мы начали программу. Ежегодно проходит посевная. Даже в войну посевная. Вот это своего рода посевная, когда вузы принимают студентов и выдают уже законченных специалистов стране, которая нуждается в них. И значит, этот процесс не останавливается. Все особенности и те моменты, которые остались без изменений, мы постарались вам разъяснить в рамках сегодняшней программы. Пожалуйста, будьте внимательны, сосредоточены. Я от души желаю всем успеха. Несмотря на то, что какие-то непростые времена у нас наступают, они проходят. И жизнь возвращается в свое нормальное русло. Будущим студентам желаю успеха. И я очень надеюсь, что наша программа и наш канал помогают правильно сориентироваться в этом непростом море информации. И огромное спасибо вам, Елена Николаевна, за то, что вы помогли найти ответы на интересующие многих вопросы. Итак, это была программа «Тема дня». И я, Сергей Рогозин. Всего доброго и будьте с нами. До свидания.